В Москве в выставочных залах Сытного двора в Коломенском состоялось открытие уникального выставочного проекта «Дагестан глазами Евгения Лансере». Художник Евгений Лансере принадлежал к молодому поколению членов мира искусства. Еще в дореволюционные годы он стал выдающимся русским графиком. На выставке представлена уникальная коллекция рисунков, акварелей, гуаши и живописных работ, созданных Лансере в разные годы в Дагестане и хранящуюся ныне в Махачкалинском музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Целый ряд зарисовок посвящен этнографическим подробностям дагестанского быта. Интересны портреты местных жителей, с которыми был знаком художник. Несколько работ связаны с жизнью казачества на Кавказе. Экспонирование предметов дагестанского искусства позволяет создать неповторимый образ Дагестана, который некогда предстал перед глазами Евгения Лансере. В помещениях 17 века мы не только связали историю и современность, но и две замечательных культуры. Культуру русского народа и замечательную древнюю культуру дагестанского народа. Выставка, посвященная Евгению Евгеньевичу Лансере и его творчеству во время дагестанского периода, включает в себя более 600 произведений, 600 экспонатов и раскрывает в полной мере и творчество Евгения Евгеньевича, замечательного художника, и дает представление о декоративно-прикладном искусстве Дагестана, представляя лучшие его образцы. С Кавказом связана значительная история взаимоотношений моей семьи, в том числе Евгения Евгеньевича Лансере. И история эта связана с тем, что он захотел изучать Хаджи Мурат, хотел изучать историю Кавказа, и чтобы лучше проникнуться Кавказом, Дагестаном, конечно же, он поехал в сам Дагестан в 1912 году. Это было более 100 уже лет назад. Сейчас, когда мы смотрим на эти замечательные картины, мы представляем себе старый Дагестан. Дагестан, конечно же, быстро меняется. Современный Дагестан это не тот Дагестан, который был в 10-е, 20-е, 30-е годы. Мне захотелось побывать в Дагестане самому, и 10 лет назад я приехал в Дагестан. Меня замечательно встретили в Дагестанском музее, показали все работы моего прадеда, а их там более ста. Все, почти все в хорошем состоянии. Некоторые потребовали некоторые реставрации, но сейчас эти работы мы видим на выставке, они все в хорошем состоянии. Конечно же, Дагестан производит неизгладимое впечатление. Это прекрасные горы, это замечательные традиции, это очень интересные народы. В Дагестане, видите, живет множество народов. Один из них в 1925 году изучал мой прадед, специально поехав по приглашению наркома просвещения Дагестана Тахо Годи в район проживания аварцев. Это реки Аварская Койсу и Каракойсу. 1925 год – это более 50 прекрасных работ, написанных темперой, карандашные, акварельные зарисовки быта, типов людей, пейзажей, зарисовки построек, мечетей, которых иногда уже и нет, они иногда и не сохранились уже, но на этих рисунках 1925 года мы видим эти работы. Мне кажется, что творчество Лансере в отношении Дагестана очень важно, потому что он успел захватить вот тот Дагестан еще до Второй мировой войны. Это Дагестан, когда люди ходили в национальных одеждах, все без исключения. Это Дагестан, когда еще не было даже машин в Дагестане, потому что по горам приходилось ходить пешком и на лошадях. Сейчас это уже сложно, конечно, представить, как можно, допустим, добраться от Махачкалы через Буйнакск, Тимирхан Шуру в прошлом, куда-нибудь в отдаленные районы Бешты или Андийского Койсу. Сейчас без машины это невозможно, а раньше все на лошадях. Это прекрасный регион, всех приглашаю, конечно же, посетить Дагестан. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова